Добрый сентябрьский вечер, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Диалог» в прямом эфире на телеканале «Мозырь» в студии Валентин Бойко. Каждый понедельник мы встречаемся в этой студии, чтобы обсудить очередную актуальную тему. Мы часто говорим о различных коммунальных вопросах, о здоровье, об административных процедурах, но иногда хочется немножко отдохнуть от тех забот, которые постоянно подбрасывают нам жизнь, и поговорить о вечном, о творчестве, о саморазвитии, да и о многих таких других вещах. Поэтому сегодня мы поговорим об искусстве, а именно об искусстве театральном. Однако человек, который пришел к нам сегодня в гости, представляет своеобразное направление театрального искусства, а именно театр любительский, что, впрочем, не мешает этому театру успешно выступать на разных сценических площадках. Итак, у нас в гостях Александр Маськов, руководитель Народного молодежного театра «Легион», Дворца культуры нефтеперерабатывающего завода. Сегодня мы поговорим о театре, об искусстве, о культуре, да и о многих других вещах. Вопросы можете задавать по телефону горячей линии, либо по электронной почте. Оставайтесь с нами. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Александр, очень рад, что вы нашли время и силы прийти к нам сегодня. Насколько я знаю, вы сейчас усиленно готовитесь то ли к какому-то новому проекту, то ли какая-то задумочка у вас возникла. Что у вас сейчас происходит? Мы готовимся одновременно как к новому проекту, так и к повторению проекта, уже сделанного 3 октября. Мы повторяем апрельскую нашу премьеру, спектакль «Тетка Чарли из Бразилии». Это основная сейчас часть работы. И параллельно готовим премьеру нового детского спектакля. Премьера состоится на новогодних праздниках уже в январе 2015 года. Поэтому работы много, работа интересная, отдыхать времени нет. Тем более замечательно, что вы сегодня с нами общаетесь. Но прежде чем мы приступим к обсуждению вопросов, касающихся театра, искусства и вообще всей этой высокой сферы, не могли бы вы немножко поговорить о более земном, а именно рассказать о себе, чтобы зрители вообще имели представление, кто сейчас находится перед ними. Расскажите, пожалуйста, где вы родились, откуда вы родом, где учились и как вообще пришли в эту сферу? Родился я в нашем славном городе. Я коренной мазырянин. Всю жизнь здесь живу и очень люблю свой город. Я искренний патриот нашей земли. Учился я в девятой школе, после чего закончил мозырский педагогический, филологический факультет, русский язык и литература. А что касаемо театральной деятельности, то с самых юных лет, конкретно с пятого класса, я во всевозможных драматических коллективах. Первым был школьный драматический кружок, который возглавляла Марина Валерьевна Емельянова. Ныне она завкафедрой педагогики в нашем университете. Это был мой первый педагог театральный, учительница русского языка и литературы, классная. Она, в общем, и приучила меня любить театр, любить литературу. И, наверное, именно ей я обязан тем, что я сейчас в этом деле, в этой сфере. Любовь к театру перевела именно она, мне. То есть он посчастливил встретить хорошего педагога на своем пути? Да, я скажу, посчастливилось правильное слово. Скажем так, все то, что я вынес из школы, с чем я поступал в ВУЗ на филологический факультет, дала мне эта учительница. Это более чем учительница, это педагог, это мой хороший друг. Мы до сих пор общаемся, мы встречаемся. Я очень признателен этому человеку за все, что она сделала. И считаю, что, скажем, дорогу в театральную жизнь дала она, именно она. Но если говорить о дороге в театральную жизнь, а вы помните вашу первую роль, кого вы играли? Помню. Удивительный был случай, я хорошо писал сочинения всегда. Я много читал с детства и продолжаю это делать. Я написал сочинения на вольную тему. Не помню, как называлось сочинение, но, в общем, всех своих любимых книжных героев я объединил в одно сочинение, и они у меня ожили и общались между собой. Марина Валерьевна попросила сделать сценарий. То есть, мой первый сценарий был написан мной в пятом классе. И по этому сценарию мы сделали пьеса, не пьеса, но это была такая, была зарисовка. И мы показали ее в школе, в актовом зале при огромном стечении публики. Я играл Джона Сильвера, одноногого пирата, одного из моих любимых персонажей книги «Остров сокровищ». Мне подвязали ногу, у меня был самодельный костыль из поломанной хоккейной клюшки. Нога очень затекла, было очень больно к концу спектакля, но я мужественно вынес все тяготы. Как настоящий пират. Как настоящий пират. И вот это была и первая проба пира, что называется, драматическая, драматургическая и первая роль. После этого было очень много ролей в школьном драмкружке, он назывался «Данко». И надо сказать, что в 10 классе, когда вручали аттестаты, директор школы Александра Михайловна Карабань долго трясла мне руку, напутствуя меня и требует меня достичь тех высот, когда она сможет взять у меня автограф. Мама очень волновалась, сидя на последнем ряду в актовом зале, и говорила потом, что, наверное, Александра Михайловна ругала тебя, что у тебя длинные волосы. Говорю, нет, мама, Александра Михайловна желала мне успехов на театральном поприще. Ну, таким образом, из школы я вышел романтическим юношей, мечтавшим о славе Андрея Миронова. Со взором горячим. С совершенно горячим взором, да, с длинными волосами, горячим взором, вот. И мечтать, конечно, было не вредно, чем я, в общем-то, и занимался. Но пути привели меня не в кинематограф, не на нишу Андрея Миронова, но определенную свою нишу в нашем городе я все-таки занял. Ну что ж, это замечательно, что у вас так все хорошо сложилось. Но предлагаю, прежде чем продолжить беседу, посмотреть сюжет, посвященный театру «Легион», то есть короткий такой обзор исторический, после которого мы продолжим нашу беседу. Оставайтесь с нами. Актеры – народ суеверный, но для народного молодежного театра «Легион» число 13 по-своему счастливое. На 13-м году своего существования коллектив полон сил и идей. Театр зародился еще в 90-е годы, выступая под названием «Дилижанс». Именно там сформировался костяк будущего «Легиона». Новое творческое объединение возникло в начале нулевых, не имея постоянного названия. Актеры-любители просто собирались вместе, создавали какие-то постановки. Первым опытом был даже не спектакль, а театрализованное представление. К 2005 году коллектив окончательно сложился. Именно тогда возникло звучное название «Легион». Один за другим стали появляться спектакли для взрослых и детей. «Волшебный плод», «Поисках похищенного смеха», «Фруктовая страна», «Новогодние приключения игрушек», «Царевна Несмеяна», «Профидота Стрельца у долого молодца», «Четыре новеллы о любви», «История шоколадного дерева» и другие. За 13 лет через «Легион» прошло немало любителей театрального искусства. Возраст нынешних актеров колеблется от 21 до 43 лет. Причем по жизни это люди совершенно разных профессий. Работники НПЗ, айтишники, медики, домохозяйки. Но всех их объединяет любовь к сцене. Своим творчеством легионеры радуют не только мозорского зрителя. Коллектив выступает на сценах других городов Беларуси, участвует в театральных фестивалях, причем довольно успешно. Но главное для актеров это не дипломы, а зрительское признание. Премьеры «Легиона» на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков проходят регулярно. В среднем на подготовку одного спектакля уходит 3-4 месяца. Последний, или лучше сказать крайний, тетка Чарли из Бразилии. Основные перипетии сюжета хорошо известны нашему зрителю по знаменитому фильму «Здравствуйте, я ваша тетя». Однако легионеры переработали оригинальную пьесу, чтобы придать ей большую динамичность. Ведь именно ее, наряду с актерским мастерством, ценит современный зритель. Напомню, что в гостях у «Диолога» в прямом эфире Александр Маськов, художественный руководитель Народного молодежного театра «Легион» Дворца культуры Мозорского нефтеперерабатывающего завода. Вот немножко посмотрели мы об истории театра. А не могли бы вы сейчас все-таки рассказать более подробно, как вы перешли от филологической профессии, от учительской профессии, именно ушли в театр? И как вообще-то образовался «Легион»? Я с 95-го года во Дворце культуры. После института я еще два года работал в Доме детского творчества. Кстати, тоже занимался не только методической работой, но и театральным детским коллективом. А после 95-го, несколько лет отработав методистом, потом предложили другую должность. Директор недвусмысленно дал мне понять, что неплохо было бы, Александр Васильевич, сделать тебе театральный коллектив. Режиссер, которая работала у нас, до этого уехала в Минск. И эта ниша осталась свободной. Костяк оставался театра «Дилижанс», который был в 90-х годах. И я стал собирать молодежь, талантливую, интересную и заинтересованную в этом деле. И мы несколько лет в виде такого некого творческого объединения существовали. В конце концов, настал тот час, когда мы должны были как-то себя назвать, как-то определиться, кто мы вообще. И мы придумали название коллектива. Объясню, откуда появилось название. Я вообще увлекаюсь историей. В частности, очень люблю историю античности, древней Греции, древнего Рима. И, скажем так, мы сравнили свои спектакли с общением с публикой, с каким-то эдаким виртуальным сражением. Мы должны были завоевать публику. Слово «завоевать» стало ключевым. Римский легион был образцом дисциплины, военной доблести. И, в общем, даже македонскую фалангу непобедимую разбил. Именно римские легионы разбили. И мы решили, что это название будет, как нельзя лучше, подходить для коллектива единомышленников. Девизом коллектива мы избрали латинское изречение «Иби Виктория, уби Конкордия». Там победа, где согласие. И поэтому этот девиз «жив», он работает в коллективе. Мы перед каждым спектаклем его произносим, прежде чем выйти на сцену. И в коллективе первое правило, первое и, наверное, единственное, это согласие. То есть чужих людей в коллективе нет. Все друг за друга стоят стеной, обязательным образом должны друг друга уважать, подставить, если нужно, плечо, и друг за друга в огонь и в воду. Поэтому коллектив дружный и название «Легион» полностью оправдывает. То есть там победа, где согласие. Люди дружные, люди адекватные, люди друг друга любят, уважают, ценят. И поэтому мы добиваемся своих успехов. Не в последнюю очередь благодаря этому. То говорите о том, что в легионах древнеримских господство жестокая дисциплина. А как вы дисциплину поддерживаете в своем коллективе? Используете какие-то суровые методы? Есть методы воздействия. Но, скажем так, крайне редко я как руководитель могу прибегнуть к каким-то дисциплинарным моментам. Потому что люди, пришедшие в коллектив, приходят с твердой уверенностью, что им это надо. Они это любят. Они без этого не могут жить. Поэтому нет прогульщиков яростных, злостных. Да, бывают у каждого какие-то ситуации, когда может человек опоздать на репетицию. Может по каким-то причинам забыть, не прийти. Но обычно все ставят меня в известность. Есть такие обстоятельства. Я не могу. Давайте как-то мы перекроим график. То есть сделайте что-нибудь другое. Не приходится, скажем так, прибегать к жестким мерам. Там не те люди собрались, чтобы их наказывать. Наоборот... Децимацию не применяете. Да, наоборот. Децимация нет. Каждый десятый не лишается у нас головы. Наоборот. Я стараюсь людей поощрять. И они прекрасно понимают, что все в наших руках. Нас всего 12 человек. Некого децимировать. Некого. Второго десятка нет. У меня нет двух составов. Поэтому люди прекрасно понимают, что если он не пришел на репетицию, значит остальные могут без него ничего не сделать. Он не может подвести остальных людей. И все, скажем так, люди взрослые, ведь понимая это, не имеют никакого права подвести коллектив. И не подводят. Вот вы говорите, что у вас 12 человек. То есть коллектив у вас практически небольшой. Но тем не менее вы называетесь театр-легион. То есть не студия, не кружок театральный. Не театр. А вот спросят у вас, например, допытливые слушатели и зрители, а почему-то вы сразу решили так пафосно театром-то назваться. В чем отличие между кружком, студией театральной и именно театром? Студия. В студии, как правило, занимаются дети. Занимаются, я подчеркну. В студии учат. В студии учат детей актерскому мастерству. В студии учат сценаречи. Учат быть актерами. У нас не учат. Мы берем людей. К нам приходят люди, которые что-то умеют. Поэтому мы театр. Самодеятельный театр. Это не новшество. Это не ноу-хау. Все самодеятельные театры приглашают к себе и берут к себе в состав людей, которые что-то умеют. То есть мотивированные уже, да? Конечно. Задача ставится мне руководством Дворца культуры. Ты должен сделать спектакль вот к такому числу. Я говорю, да, будет сделано. Естественно, мне нужны люди, которые могут это сделать. Конечно, приходится помогать, приходится объяснять. Не все одинаково талантливы и не у всех одинаковые способности творческие. Ребята молодые приходят, надо кому-то что-то объяснять. Но это те люди, которые понимают с первого раза. То есть не нужно заниматься отдельно с кем-то. Для этого нет времени. Вот это же самодеятельность. Здесь люди приходят после работы, после учебы. И сразу идут на сцену. Мы дали текст новичку. Умеешь читать? Прочитай эту роль. Прочитал? Извини, ты нам не подходишь. Ты не видишь никак. Так, давайте еще раз прочитаю. Хорошо. Он поработал, пришел. Не получается. Такой человек не может попасть в коллектив. За красивые глаза не попадают. Не только в наш. В любой коллектив самодеятельный, будь он народный, ни в один вокальный не возьмут человека, который не умеет петь. То же самое в театральном. Поэтому это да, это театр. Это не громко и не пафосно. Это констатация факта. Студия или кружок это детское формирование. В доме творчества, в школе, при школе искусств. Там кружки, там студии. Педагог, который обучает. Сейчас мы набираем, у нас стоит задача набрать детский коллектив при легионе. Вот мы в октябре должны сформировать театральную студию, кружок. Мы пока не знаем, как это будет правильно называться. Это будет при нас маленькая когорта. Вспомогательная. Да, вспомогательная. Центурия. Мы сейчас объявляем набор. Сейчас готовится объявление. То есть скоро будет информация. И в том числе и в театральный, и в другие коллективы во Дворце культуры Мозовского МПЗ будет проводиться набор детей. Вот мы приглашаем детей 80 лет пока. Вот их уже будем обучать. И когда они свой первый спектакль сделают, мы пока не знаем, и где он будет проходить. Но это будет. Это будет вспомогательное подразделение. Это будет студия или кружок. Наш коллектив это театр. Самодеятельный театр. Страшного ничего нет. Ничего громкого. Это абсолютно нормальное название. Звание народный нам присвоено. Мы его уже два раза подтвердили. Поэтому народный, самодеятельный, любительский коллектив. Замечательно. Вы говорите, что у вас 12 человек актеров. Но я прочитал на одном из сайтов, если не ошибаюсь, на официальном сайте нефтеперерабатывающего завода, что примерно половина коллектива у вас это люди, которые были с самого начала, еще с 90-х годов. То есть в хорошем смысле слова динозавры. Динозавры. Бобры. То есть вы называете их бобрами? Бобры. А почему бобры? Ну, это такие заматеревшие уже актеры, которые прошли огонь, воду, медные трубы. Костяк коллектива сейчас, человек, боюсь сейчас соврать, наверное, 7. Мы вышли из дилижанса, который работал в 97-99. Все эти ребята, тогда молодые, безусые, задорные и девчата, сейчас составляют основу нашего коллектива. Вот, остальная часть, идет ежегодная ротация, это нормальное абсолютно явление. Буквально сейчас, на данном этапе, вот у нас две девочки сейчас не могут в связи с графиком работы, мы берем двух новых, они сейчас пробуются. То есть они пробуются, и не исключено, что они попадут в состав, потому что все предпосылки пока к этому есть. А костяк, да, как вы верно заметили, костяк именно с тех времен, это люди исключительно преданные этому делу, несмотря ни на что, ни на семейные обстоятельства, ни на рабочие. Они приходят, они репетируют, и они не могут без этого жить. Ну что ж, поговорим о театральном искусстве и о том, почему люди не могут жить без него после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Напомню, что сегодня мы говорим о театральном искусстве и беседуем с Александром Васьковым, художественным руководителем Театра «Легион Дворца культуры» Мозорского нефтеперерабатывающего завода. В больших городах, если посмотреть, например, Минск, ну из тех городов, близких нам к культурному Москву, Санкт-Петербург, театров великое множество. Как и профессиональных, полупрофессиональных, абсолютно любительских театров, академических театров, каких-то экспериментальных. То есть, в принципе, какое хочешь зрелище, такое можешь и увидеть. И самое интересное, что эти театры, за счет того, что города большие, каждый находит своего зрителя, собирает залы, то есть, имеет возможность как-то свой посыл донести. Но в маленьких городах, в небольших, скажем так, городах, вроде нашего, ну чисто физически, мне кажется, сложно собрать большой зал, потому что не так много зрителя, как, например, в том же Минске. Вот как вы боретесь с этой проблемой? Да, проблема такая существует, и проблема одна из главных, скажем прямо. Все-таки мы в провинции здорово от этого страдаем. Нет привычки у зрителя, нашего зрителя, ходить на спектакль даже два раза. Понятие того, что всякий спектакль всегда новый, всегда играется по-разному, не привито, не привито с детства. Не мы в этом виноваты, я не могу сказать, кто конкретно в этом виновен. Да, нет таких проблем в столице. Я всегда приезжаю в Минск, пытаюсь успеть купить билеты. Их нет билетов. Надо заказывать заранее, звонить, просить, оставлять. Мы с коллективом часто выезжаем. Я звоню в кассу, прошу, что дайте нам, бедным провинциалам, мы привезем коллектив. Оставляют где-то по краям, не в одном даже месте. И мы вот тогда ездим. Там нет проблем, действительно. Там есть свой зритель на каждый спектакль. Ну, надо сказать, что в Минске ходят в театры не только минчане, там очень много приезжих ходит на спектакли в Минске. И множество театров совершенно не имеют этой проблемы. Хоть их и много, вы правильно сказали. У нас эта проблема есть. Как ее решать? С трудом. С трудом. Если на премьеру народ собирается, мы обзваниваем. Конечно, идет рекламная кампания какая-то, средства массовой информации задействованы. Мы звоним. Лично я звоню по предприятиям, например, по знакомым людям. Каждый из артистов обзванивает своих. Кто-то в университет афишу занесет, кто-то в музыкальный колледж, в медколледж, в школах. И премьера худо-бедно практически всегда при полном зале. Последняя премьера наша апрельская тетка Чарли из Бразилии. У нас был полный портер, и даже люди были на балконе. А зал у нас не маленький. У нас в портере порядка 600 мест, только портер. Это достаточно много. Что будет на второй показ, я боюсь прогнозировать. Мы будем надеяться, что резонанс был очень хороший после спектакля в апреле. Очень многие звонили, спрашивали, когда. И пьеса, надо заметить, известная. И люди знают, помнят по фильму. И поэтому мы надеемся, что и 3 октября народ придет. Но с этим сталкиваемся регулярно. Скажем, детские спектакли, которых у нас в репертуаре немало. Мы конкретно работаем со школами и садиками. Там чуточку проще. На новогодних спектаклях, которые мы играем 4 дня по 2 спектакля в день, там приходят заводчане, у них пригласительный билет на утренник, на сказку. Там всегда есть люди. Сложнее со спектаклями для взрослых. Как решить эту проблему раз и навсегда, я, честно признаться, не знаю. Не знаю и не думаю, что я один такой. Я даже не думаю, не то что не думаю, я уверен. Мы общаемся с коллегами, с которыми знакомимся на фестивалях. С Брестом, с Могилевым, с Оршей. Хорошо дружим с этими, с минскими театрами самодеятельными. У них те же проблемы. Да, те же проблемы. У минчан может быть чуточку меньше. Они не так часто играют, как профессиональные. Это понятно, самодеятельный театр априори не может играть часто, потому что люди ведь после работы собираются, и поэтому нельзя это ставить в вину. Но эта проблема существует у всех, особенно в провинции. Не знаю путей решения этой проблемы. Может быть, как-то со временем, когда народ поймет, что все-таки театр это, если не элитное искусство, то искусство для мыслящих людей, может быть, будут ходить. Но я боюсь делать прогнозы в этом плане. Поэтому со своей стороны могу только сказать нашему зрителю, мазырянам всем. Друзья, приходите на спектакли, смотрите спектакли. У нас есть профессиональный театр, у нас есть самодеятельный театр. И интересно и там, интересно и там. Всегда актеры выкладываются, всегда готовы отдать частичку своей души. Поэтому милости просим, приходите. Ну, если говорить о самодеятельных театрах, профессиональных, в Мозере существовал еще в советские годы, долго до того, как появился профессиональный театр Минемележа, существовал театр народный. Тоже собирались люди после работы, играли. И по воспоминаниям тех, кто был тогда на спектаклях, тех, кто играл в тех спектаклях, достаточно много людей приходило. Причем не только на премьеры, а вообще. То есть, связано с тем, что тогда особо развлечений-то и не было. Более-менее культурных. Но сейчас, смотрите. Сейчас у нас есть интернет, у нас есть кино, то есть музыка, любая практически. Я уже не говорю о каких-то вечерних развлечениях, кафе, бары, рестораны, клубы. То есть, в принципе, у человека сейчас нет уже такой острой проблемы. А куда бы мне сходить в свободное время, чем не заняться? А как вы считаете, есть ли вообще у театра какие-то перспективы, как у шоу, как у какого-то досуга проведения? То есть, есть ли у него перспективы в наше время? Не умрет ли он со временем? И не превратится ли в удовольствие такой узкой-узкой прослойки? Хороший вопрос. Должен признать, к сожалению, что и киноиндустрия, и интернет они оказали свое и оказывают свое пагубное влияние на театральное искусство в целом. Хорошо ли это, плохо ли это? Ну, судить очень сложно, понимаете? Каждому ведь свое. Эту формулу никто не отменял. Я не думаю, что театр обречен на вымирание. То есть, если принять на веру, что история развивается по спирали, мы, наверное, вернемся к тому, я вот повторюсь, вернемся к тому, что театр будет востребованным искусством. Возможно, должно пройти какое-то время. Возможно, что-то должно поменяться в целом в жизни, в мировоззрении людей. Может быть, самим театралам нужно что-то придумать такое, чтобы народ пошел к ним. Я не знаю, что это должно быть. Но я искренне верю, что люди в любом случае не забудут это. Да, сейчас театральный жанр в виде некого элитного искусства, что ли, получается. То есть, люди, которые идут в театр, исключительно люди начитанные, люди мыслящие, люди ищущие чего-то. Это хорошо. То, что их немного, вот это плохо. Возможно, я не буду утверждать, что те, кто не ходит в театр, люди не мыслящие. Но они выбирают для себя другое. Кинематограф имеет право на жизнь, но кинематограф тоже бывает разным. И если уже говорить о современном кинематографе, именно о современном, он разрушительный. Разрушительный как для молодого поколения, в первую очередь для молодого поколения, так и для устоявшихся, состоявшихся людей. Но, опять же, уверенность моя в том, что театр свою состоятельность докажет. В Москве, в Петербурге, в Минске, в профессиональных театрах, мы говорили, нет недостатков зрителя. Эти театры чувствуют себя прекрасно. В Москве достать билет в МХТ, в Линком, это реальная проблема. У них никогда не будет проблем. Там есть всегда зритель. А мы боремся за то, чтобы своего зрителя завоевать, удержать и, в конце концов, сделать нашу аудиторию еще больше. Приходится бороться с кинематографом. Заочно, конечно, как мы можем бороться с этим? Но пытаемся, пытаемся. Вы говорите о борьбе с кинематографом. Но ведь наверняка тоже какие-то фильмы современные смотрите. Я в силу своей профессии обязан смотреть фильмы. Я должен следить не только за театральными новинками. Я должен смотреть и классику, и современную. Это часть моей работы. Кинематограф в том числе. Скажу больше. Детские спектакли, которые мы делаем. В основном детские пьесы пишу я для нашего коллектива. И я изучаю теорию драматургии. Я читаю очень много учебников. И в том числе по кинодраматургии. Потому что сейчас современный ребенок, настолько восприимчив к темпоритму как минимум спектакля, они воспитаны сейчас на мультфильмах и фильмах голливудского образца. Где экшен. Экшен, совершенно верно. Движуха. Да. Здесь тех классических советских пауз, классных, мхатовских, как мы называем, тех крупных планов кино. Сейчас в Голливуде этого нет. Они смеются над нашим кинематографом тех замечательных золотых времен. Они говорят, что же это за пауза? Это пишут их теоретики драматургии. Это все читают. Они говорят, да, школа, да, конечно, школа актерская. Но эти паузы, ну куда эти планы? И их фильмы, и надо отдать должное, они, да, держат напряжение. Если интересная идея, если интересный сюжет, они очень быстрые. Они очень быстрые. Я порой иногда не успеваю следить за перипетиями сюжета. Просто вот чуть отвлекся, уже начинаешь немножечко не понимать, что происходит. Детские сказки я вынужден для детей писать примерно по этому сценарию. То есть по кинематографическому канону? Да, детские. Я четко знаю законы голливудского кинематографа. Я их выучил уже наизусть. Я знаю, что, зачем должно быть, где какие поворотные моменты, где какие крючки, и куда из точки А в точку Б должен прийти главный герой. И дети это смотрят. Дети смотрят с удовольствием. Как бороться с кинематографом? Только постраиваться. Иногда приходится плясать под его дудку. Но со взрослыми спектаклями чуточку не так. Здесь есть свои особенности. И не хотелось бы отступать от тех законов театральных, которые были придуманы не нами, а великими людьми. И хотелось бы, чтобы наслаждение от, скажем так, от классического варианта спектакля зритель получал. Не у всех это бывает. Вот это пагубное влияние кинематографа, когда... Тетка Чарли, последний пример. Я взял пьесу Томаса. Часа на три, да. Она написана в конце 19 века. Там часа на три, двухактовый большой спектакль. И по современным меркам он очень длинный, очень затянутый, с длинным затянутым финалом. Если бы мы сделали пьесу, так как она написана в оригинале, нас бы просто не поняли. То есть вы при пустом зале заканчивали, наверное, спектакль? Или при спящем? Не исключено. При спящем или при полупустом точно. Вот. Поэтому над сценарием я очень долго работал. Я брал три киносценария. Два американских. И наш, здравствуйте, ваша тетя, я брал пьесу и делал из нее удобоваримый на полтора часа сценарий. Вот. И то, и то. Были... Большой был резонанс, много было отзывов. Среди позитива были замечания. Вот первая часть вот немножечко затянута. Я говорю, друзья мои, вы не читали пьесы. Вот это было бы затянуто. И мы сейчас дорабатываем. Мы сейчас работаем над тем, чтобы начало пьесы было динамичнее. Есть такой термин синкопирование материала. То есть оно будет динамичнее. Но приходится. Приходится, чтобы публика держал... Держать. Мы держали публику в заинтересованности. И поэтому мы над этим работаем. И зритель все-таки для нас это номер один. Вот. А потом уже какие-то наши желания, наши чаяния и так далее. Но знаете, мы тут такой интересной грани подошли. Дело в том, что привлечь зрителя можно по-разному. Возьмем такой пример. Есть такой достаточно талантливый российский художник, очень известный, Никас Сафронов. Многие искусствоведы видят его в картинах, ну, выражаясь простым бытовым языком, настоящую халтуру от искусства. То есть какую-то кич, то есть какую-то безвкусицу написанную для того, чтобы привлечь богатых покупателей. То есть чтобы сделать себе имя. То есть сделать такой вброс именно в массовую культуру. Хотя человек, безусловно, талантливый. Что же касается театров. Многие сейчас режиссеры говорят, что приходится ставить побольше комедий. То есть народ приходит в театр посмеяться, отвлечься. А ведь многим режиссерам интересные драмы поставить. Гамлета, например. Но народ драмы не хочет. Вот как вы относитесь к этому? Не приходится ли в этом смысле наступать на горло собственной песни? Когда хочется погрустить, а приходится идти на сцену и смешить людей. Скажем так, что касаемо конкретно нашего коллектива. Мои ребята, все по натуре очень веселые люди. С ними драму репетировать. То есть все равно комедия получится. Все равно они сведут все к фарсу даже. Нет, мы делали драмы. Очень тяжело работается над драмой. В силу все-таки особенностей молодежи. Ребята в основном молодые. Им хочется немножечко другого. Это чуточку быстрее получается. Чуточку легче. Хотя комедия тоже большой кусок работы. Не скажу, что это в прямом смысле наступить на горло песни. Но да, немного есть. То, что касаемо в целом. Скажу, что репертуар любого Минского театра, я слежу внимательно. Драм больше. Драм больше. Совершенно спокойно люди это играют. Люди ходят с удовольствием. Более того, на фестивалях, на которых мы были, ну, пожалуй, мы единственные, кто привозили комедии. Все играли драмы. А вы так выделялись? А мы выделялись. И как-то на фестивале в 2011 году председатель жюри выдохнул после спектакля на разборе, после нашего, и сказал, ну, наконец-то, наконец-то, а мы последние выступали. Ну, наконец-то я посмотрел комедию. Боже мой. Они же мне порвали все сердце эти театры. Вот вам живой пример. Нет-нет, с драмой все хорошо, и если режиссер захочет, конечно, драма родится, и мы это можем делать. Вот просто чуточку сложнее, дольше, дольше сложнее здесь работа на износ. Когда мы делали «Быть вампиром», мы были на грани нервного срыва. На грани нервного срыва. Это была драма, там надо было показать чувства. Это давалось не всем легко. Вот, молодежи надо достичь определенного возраста, чтобы спокойно драму, не спокойно, а осознанно сыграть драму. Вот, на горло песни не наступаем, но детская сказка в этом плане идеальный вариант. Идеальный вариант делается быстро, делается легко. Здесь нельзя схалтурить, дети все видят. Вот, поэтому здесь хорошо, в хорошем настроении, как у Жванецкого. С самого начала поехали. Поэтому у нас большинство спектаклей детских. Замечательно. Вот на этой оптимистической ноте прервемся еще на одну рекламу, после которой продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем говорить о Молодежном народном театре «Легион» вместе с его руководителем Александром Аськовым. Ну, телезрителям может возникнуть такое впечатление, что мы о них забыли. Нет, дорогие друзья, мы о вас, конечно же, помним. Вот, смотрю, пришли некоторые вопросы, пока мы с вами влечены, беседовали в театре. Давайте теперь уделим внимание тем, кто смотрит на нас. То подумаю, что это какой-то просто между собойчик. Пожелание Александру. Меня зовут Инна. Я бы посоветовал обратить внимание на оперу Прокофьева «Огненный ангел». Мне кажется, что в представлении Александра получился бы потрясающий спектакль. Творческих побед. Спасибо. Обратим внимание, надо посмотреть, что это. Оперу вытянете? Оперу. Спеть не споем. Может быть, сыграть. Если людей хватит, то вполне почему нет. То есть, самодраматургическую основу взять. Да, за предложение спасибо всегда приятно, когда что-то предлагают. Это значит, что вот мыслящий, да, вот хороший зритель. Хороший вопрос, хороший предложение, хорошее. Большое спасибо. Обязательно посмотрим. Благодарность. Хочу передать благодарность всем актерам Театра «Легион» за то, что они делают прекрасные детские постановки. Пусть почаще приезжают в детские сады. Им там рады, и дети их ждут. Ой, спасибо большое. Очень тронут именно этим, этой благодарностью за детские сказки. Отдельное спасибо. Мы действительно вкладываем большую часть своей души в детские спектакли. И по поводу приезда в детские сады, я обязательно этот вопрос с руководством Дворца культуры обсужу. И если это будет возможно, то мы сделаем такой тур по городским детским садикам. Чос. Это будет недорого. Я думаю, детям понравится. Существует ли связь между стихотворением Глеба Самойлова «Легион» и названием театра? Интересуется наш телезритель Евгений. Евгений. Спасибо за вопрос. К своему стыду скажу, что я не знаком со стихотворением Глеба Самойлова «Легион». Я тоже не один такой. Да, поэтому я обязательно прочту. Не уверен, что связь будет, но я попробую поискать. Вопрос от Андрея. Когда вы собираетесь на театральный фестиваль? В какой город, страну и собираетесь ли вообще? Собираемся. В 2015 году будет очередной фестиваль «Светрампы» в Могилеве. Он раз в два года проходит. И нас туда регулярно приглашают. Поэтому либо весна, если они перенесут на весну, либо осень 2015 года. Я думаю, мы поедем и, надеюсь, выступим успешно. С последнего мы привезли лучшую режиссу. Первое место было наше. Поэтому пока такие планы. Приглашения иногда приходят, но то, что планируем, это планируем пока Могилев. То есть это уже более-менее определенно. Да, да. У нас устное приглашение есть. А обычно перед фестивалем высылают официально. Спасибо. Интересный вопрос пришел. Скажем, я сразу оговорюсь, что лексика исключительно авторская. Может ли, Александр, приехать до нас в Ельск 4 октября с театром на свадьбу? Будам рады вельми. Дякую вам. На свадьбу? В Ельск. В Ельск? Ну, что с по-детским садам вы пообещали? В Ельск слабо? Нет, в Ельск не слабо. Ну, я скажу в стиле вопроса, я отдам ответ. Если райдер артистов вы готовы выполнить, мы можем приехать на свадьбу. Спектакль на свадьбу это что-то новенькое. Но почему нет? Давайте пробовать. Пускай человек приедет, мы все это можем обговорить. Замечательно. А вот смотрю вопрос от того же телезрителя, он, видимо, немножко поспешил, не дождался ответа. Вспытайте, Александра, про Ельск. Приедут сены до нас в стене. Может, вы не упромом эфиры? Обманывайте нас? Зачем? Дорогие друзья, мы вас не обманываем ни у коем случае. Так что большое спасибо, что обращаетесь к вам на программу. Ну, шутки шутками. Хорошо, когда у нас народ с юмором. Но если говорить о каких-то серьезных вещах, сейчас же все решают деньги. То есть, вот видите, предложение в садик выступить, на свадьбе. Понятно, что это не запросто так, потому что всем хочется кушать. И нужно оправдывать чайное руководство, учреждение, в котором вы работаете. Потому что он же везде сейчас требует от всех зарабатывать деньги. Что, в принципе-то, нормально. Но вот возникает такой вопрос. Коммерциализация не убивает ли искусство, когда, опять же, условно говоря, нужно за день дать пять спектаклей в разных детских садиках, одно и то же сыграть? Вот не убивает ли это сам дух театра, вот эта коммерция, в широком смысле слова? Что касаемо самодеятельного коллектива, здесь, возможно, эти аналогии неуместны. Мы ведь не в себе в карман зарабатываем деньги. Мы в любом случае даем наши спектакли по билетам. Это деньги заводские. То есть, вы играете для удовольствия. Да, вопрос, конечно, серьезный. И когда-то вот Армен Джигарханян хорошо ответил в интервью, в «Аргументах и фактах». Рано или поздно каждый художник встает перед выбором быть или иметь. И вот тут надо выбирать. Вот для профессионалов, для актеров, для режиссеров, художников, художников, Ника Сафронов. Быть или иметь? Выбирай. Вот если иметь, значит, человек пойдет по коммерческой стезе и будет зарабатывать эти деньги, несмотря ни на что, и, наверное, в ущерб творчеству, в ущерб искусству. В высоком смысле слова. В высоком смысле. Вот. Человек, который решает для себя быть, возможно, он коммерчески будет неуспешен. Но он будет делать то искусство, которое он хочет делать. Хорошо ли это? Плохо ли это? Наверное, каждый решает для себя. Нет плохих и хороших спектаклей. Нет плохих и хороших картин, фильмов, музыки. Для каждого что-то свое. Хорошо, что-то свое, плохо. Можно биться с оппонентом в кровь, разбивая носы, кулаки, срывая связки, споря о музыке или о спектакле. Кому-то приятно слушать рэп, шансон. Кому-то приятно... Когда в маршрутке едешь. Да, когда в маршрутке едешь. Кому-то приятно слушать эстраду советского образца. Кому-то рок-музыку. И для каждого эта музыка своя, хорошая. Для каждого хорош свой спектакль. Что такое авторское кино? Что такое авторское кино? Кино не для всех. Арт-хаус. А для кого? То есть то, что в принципе среднестатистический зритель смотреть не может по волчанию. Тот же Джигарханян, вот сейчас в том же интере я вспомнил, вот он задал вопрос. Джигарханян говорит, меня удивляет термин кино не для всех. А для кого? Вопрошает он. Что это такое? Расскажите мне. Это Джигарханян, у которого ролей столько, что по-моему он входит в книгу рекордов Гиннеса. Это величайший актер современности. Он говорит, объясните мне, что это такое. Он не понимает. И я не понимаю, что такое авторское арт-хаус. Что это? Размытые в расфокусе какие-то картинки, длиннющие планы. И такое впечатление, что снимают люди на тяжелых наркотиках сидящие. Для таких же сидящих в зале. Вот они между собой собираются и смотрят это кино. Это не кино, наверное. Хотя для них это шедевр. А все остальное это ремесло. Понимаете? Я спорил с художником по поводу Квадрата Малевича. Уж простите за банальность. Я не понимаю авангарда в живописи. Не понимаю. Они говорят, что твои любимые художники это ремесленники. Ну и все. Мы разошлись ни с чем. Я остался при своем мнении. Художник остался при своем. То же самое и с театром. Кто-то делает коммерческие. Для него это хорошо. И для кого-то это хорошо. Сериалы на телевидении. Для кого-то же хорошо. Кто-то же смотрит. За поем смотрит. А я считаю, что это пластилин, вазелин. Не знаю, какое слово подобрать, чтобы цензурно это было. Телевидение вообще российское стало разрушительным. Оно очень давно и пока выхода нет. Это мое мнение. Это мое мнение. То есть, когда кто-то спокойно смотрит сериал, вы не будете подходить к человеку, пытаться выключить телевизор? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Каждый имеет право любить то, что он хочет. Пожалуйста. То есть, вы не придерживайтесь себя, если я вас правильно понял, мнения некоторых высоколубых критиков, которые начинают морщиться, когда сталкиваются с массовой литературой, с массовым кино, вообще с массовым искусством. И начинают ныть, что это все нехорошо, что это все низкопробно. То есть, вы, я так понимаю, не из таких. Я имею на это свою точку зрения. И это только моя точка зрения. Если мне кто-то задаст вопрос, я отвечу предметно и скажу, что я считаю, что это нехорошо. А вот это хорошо. И я не буду спорить с этим человеком. И я не поддерживаю критиков, которые разбивают себе лбы, говоря об этом. Зачем? В конце концов, каждый выбирает, что ему нужно для души. Вы сейчас упомянули влияние телевидения. Действительно, сейчас телевидение забито различными ток-шоу, где смакуются всякие порой очень неприятные подробности чьей-то жизни. То есть, копание происходит в грязном биле. Мое личное мнение, опять же, сидит за вами, оговорюсь. Идут сериалы бесконечно по телеканалам разным. Причем зачастую включаешь и оторваться не можешь. Хотя вроде бы не смотрел раньше, но как-то так вот построено, что ты это все впитываешь, впитываешь. Но и еще происходит то, что люди стали меньше читать. И многие считают, что это едва ли не глобальная интеллектуальная катастрофа. А как вы относитесь к такому утверждению? Я соглашусь с тем, что это катастрофа. Вот эта катастрофа и влияние телевидения и интернета в первую очередь бьет даже не по театральному искусству, а по литературе. Я из тех людей, которые выросли на хороших книгах, я читаю всегда, читал и, надеюсь, буду читать. И я как родитель вижу, как мой ребенок. Ну, надо просить, надо уговаривать, почитать. Это проблема, это больно. И есть, я знаю людей, которые не читают вообще. Ни к чему хорошему это, на мой взгляд, не приводит. В конце концов, значение литературы никто никогда не отменял. И все умные люди, все великие люди были невероятно начитаны. И, скажем так, приведу в пример, товарищ Сталин имел библиотеку в 20 тысяч томов. Когда он был семинаристом, он ходил в кружок, где они собирались и просто читали книги. Сталин неоднозначная личность, но это был величайший человек, умнейший человек. И это просто пример, который у меня сейчас всплыл буквально. Люди, не читающие книги, на мой взгляд, люди не совсем, боюсь обидеть, понимаете. Но чего-то все-таки в них не хватает. Можно быть прекрасным человеком, обладать достоинствами, обладать прекрасными качествами характера. Но если ты не читаешь литературы, возможно, что-то в воспитании, в интеллектуальном развитии как минимум, человек может отставать. На мой взгляд, это неправильно, это нехорошо. И литература учит жить. Есть книги, по которым просто можно учиться жить, где есть много философии. Вполне понятные, вполне доступные. Возьмите Гюго, возьмите Отверженное, почитайте. Это же «Кладезь мудрости», Шекспир. Там же я раньше записывал, я когда был студентом, у меня два огромных талмуда выписанных афоризмов из разных книг. Я подбирал именно такие, из которых можно выписывать. Я их знал наизусть когда-то, почти все. Вот я цитировал эти книги. Это «Кладезь мудрости», это книги. Это не интернет, это не «Контакты», не «Одноклассники». Это литература, ее нужно читать. Как объяснить современным детям? Я пытаюсь бороться со своим ребенком. Читает ребенок. Но надо, надо просить. То есть, опять же, суровые методы командира «Римского легиона». Суровые методы, да. Кое-что читает с интересом, а то, что предлагаю я, уже фильтрует. Уже надо подход иметь. Я знаю детей, которые вообще не читают. Я знаю взрослых, которые не читают. К сожалению. Вообще, тема такая очень достаточно объемная. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Но чтобы не заканчивать на какой-то такой минорной ноте, ведь, согласитесь, в любой ситуации, в любой период жизни нашего общества есть какие-то отрицательные, но есть положительные моменты. Вот вкратце, что бы вы могли все-таки отметить хорошего, то, что сейчас у нас происходит в нашем культурном пространстве, на ваш взгляд? Есть положительные моменты, без них никуда. Радует то, что народ идет в самодеятельные коллективы. Что касается нашего конкретного дворца культуры, очень приятно, что уровень коллективов наших дворцовских, заводского дворца культуры очень высок. У нас заслуженные, у нас народные. Наши коллективы ездят на фестивали не только по республике. Они привозят всегда дипломы очень высоких степеней. Уровень культуры вот что может радовать. Он есть. Его нельзя потерять. То, что идут дети, идут во дворцы заниматься, идут в какие-то другие учреждения, то, что приходят взрослые, то, что люди хотят, у них горят глаза, это положительный момент. Это мы не растеряли пока. Это не может не радовать. Радует то, что касаемо конкретно себя, то, что работая в заводском дворце культуры, завод понимает, завод не бросает, завод помогает. Это большое-большое, это счастье, понимаете, это вдохновение. То есть я не могу подвести руководство, потому что я работаю во дворце культуры лучшего предприятия в стране. Я не могу делать плохой продукт. Я делать должен очень хорошо, очень качественно, на уровне. Вот этим занимаются во дворце все. То есть мы должны уровень держать, мы его держим и, надеюсь, держать будем. Большое спасибо. Напомню, что в гостях у нас был Александр Маськов, руководитель Народного молодежного театра «Легион» Дворца культуры Мозорского нефтеперерабатывающего завода. Спасибо всем, кто сегодня был вместе с нами. Хочется пожелать всем таких же творческих успехов, такого же вдохновения, как у Александра, как у актеров театра «Легион» и всего самого хорошего в жизни. Это был Диалог в прямом эфире. В студии работал Интин Бойко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин